Необходимо в предельно сжатые сроки завершить строительство и ремонт остальных социальных объектов. Президентский контроль. Владимир Путин лично проверил, как идёт ликвидация последствий июльского наводнения на Кубани. Учить или не учить? Вот в чём вопрос. Почему педагоги соседних регионов завидуют своим кубанским коллегам? Когда их захватили, он передал СМС, что нас захватили пираты. Пираты в 21 веке. Кубань встретила новороссийских моряков, вернувшихся из флена как героев. Если нас ставят здоровыми, они проиграют нам. Сила в духе. Кубанские паралимпийцы вернулись из Лондона с наградами. Именины края. В эти дни Краснодарский край отмечает 75 лет со дня основания. Добрый вечер. В эфире девятого канала. Итоговая программа «Факты недели». Самые яркие и главные события уходящей недели в нашей программе прямо сейчас. На этой неделе произошло много значимых и важных событий. Но начать выпуск мне хочется именно с этой новости. Сегодня Краснодар присоединился ко всемирной экологической акции «Сделаем». Вместе с тремя миллионами жителей планеты в субботу многие жители краевого центра вышли на уборку мусора. К акции, на удивление, серьезно готовились. Блогеры и телеведущие в течение всей недели обращались к горожанам с призывом взяться за веники и совки. А сотрудники Росприроднадзора своим примером решили воодушевить на участие в уборке. И сработало. Сегодня в парке и скверы просто во дворы вышли сотни краснодарцев на борьбу с мусором. Евгений Вольский проехал по кубанской столице и убедился, что лучшая мотивация – собственный пример. Всемирная акция стартовала в парке имени 30-летия Победы. Краснодарцам он больше известен как «Затон». Это одно из самых популярных мест отдыха среди горожан. Соответственно, и мусора здесь очень много. Перед началом уборки всем участникам раздали вот такие пакеты. Все они разные, предназначены для сортировки мусора. Вот этот сделан из переработанного пластика. Сюда как раз нужно складывать пластиковые бутылки, обязательно без пробок. Этот пакет для алюминиевых банок, но перед этим их нужно обязательно смять, чтобы они не занимали много места. Ну а этот пакет более плотный, уже для стеклянной тары. Мешки мы сносим туда. Понятно? Ура! Эти ребята решили провести выходной день на свежем воздухе. В основном здесь студенты, около ста человек. Организаторы акции «Сделаем» призвали подключиться к уборке не только рядовых краснодарцев, но и крупной компании города. И многие откликнулись. И время провели весело, и даже нашли интересные вещи. Даже вот паспорт нашли. Паспорт иностранного гражданина. Его надо будет передать на милицию. Выяснилось, что это паспорт гражданина Армении. Волонтеры шутят, по-другому и быть не могло. Ведь субботник все-таки международный. Но мусор после себя чаще оставляют не гости, а жители Краснодара. Отдыхают с размахом. Это видно по свалке на берегу Кубани. Пластиковые пакеты в большом количестве. Ну, всякие одноразовые тарелки, ложки, вилки, обертки от сосисок, кожура. Об экологической акции «Сделаем планетарного масштаба» Андрей узнал через интернет. Житель Ейска решил помочь краснодарцам сделать город чище. Его примеру последовали многие, даже самые маленькие. Результаты всемирной генеральной уборки уже видны. Вот, например, в Рождественском парке Краснодара стало намного чище. Отсюда вывезли почти 100 мешков с мусором. Но это не единственное место, где проходила акция. Поэтому организаторы говорят, что итоги окончательно еще подводить рано. Евгений Вольский, Денис Акулов, 9 канал, Краснодар. Ну, конечно, главной политической новостью этой недели стал визит главы государства в наш регион. Владимир Путин хотел лично убедиться, как идет восстановление после июльского наводнения Крымска. А также поселков Верхнебаканского и Новомихайловского. Что сейчас необходимо людям, пережившим трагедию? И как власть справляется с тем, чтобы к холодам никто не остался без жилья и помощи? На эти вопросы главе государства отвечали и министры, и руководители госструктур, и представители благотворительных организаций. Ольга Музыка следила за тем, как президент сверял факты и цифры. На совещании все федеральные и региональные ведомства, а также местные общественные организации, в зоне ответственности которых находится восстановление города от последствий самого разрушительного на Кубани наводнения. В арсенале Владимира Путина все цифры и факты. На совещании, что называется, сверяют часы. Как выполняется указ президента? Первый вопрос с компенсацией. Их не получали те, кто отстаивает свои права в суде. 10 сентября иски в отношении 11 614 граждан удовлетворены. То есть признано судом, что люди, хотя и не имели регистрации, но постоянно в этом районе проживали. Отказано от удовлетворения исков от 205 граждан. Между тем, хочу на это обратить ваше внимание, порядка 6000 человек, а если быть более точно 5913 граждан, еще ждут решения судебных органов. И хочу обратиться к судебным инстанциям с просьбой ускорить рассмотрение этих дел. Далее, как мы и договаривались, 1 сентября в Крымском районе в нормальном режиме заработали все школы. Хочу вас всех за это поблагодарить. Прежде всего, хочу поблагодарить губернатора края. Здесь кровые власти сделали очень много. Теперь необходимо в предельно сжатые сроки завершить строительство и ремонт остальных социальных объектов, а также транспортной инфраструктуры. В социальных объектах в Крымске пострадало 27 практически все восстановлены, за исключением одного детского сада. Скоро и он примет воспитанников. Несколько сотен пострадавших от наводнения уже отметили новоселье. Еще один микрорайон «Надежда» активно строится. В военном городке Крымска сданы все 546 квартир, которые предоставляются гражданам. 490 семей в новую квартиру уже въехали. Остальные заселятся в ближайшее время. Готовые квартиры в новом микрорайоне сданы с отделкой и обеспечены бытовой техникой. Мы не имеем замечаний от новоселов по состоянию и качеству этих квартир. Для отселения пострадавших ведется строительство новых жилых домов. Два дома построены, ведутся отделочные работы. И продолжается строительство третьего дома. Вывод, что мы сумеем завершить даже ранее намеченного срока. Я думаю, что к 1 ноября весь фронт работы будет завершен. Хорошо. Начались выплаты и на капитальный ремонт домов. Важно выполнить работу не только в положенные сроки, но и с надлежащим качеством, подчеркнул президент, с учетом пожеланий самих пострадавших. Социальные выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья получили более 5000 граждан в сумме 1,6 миллиарда рублей. Мы помогаем людям не только деньгами, но и строительными бригадами. Их сегодня привлекаем со всего края. Обеспечиваем возможность приобретения строительных материалов по минимальным ценам. Организована бесплатная автобусная доставка жителей в торговые сети города Краснодара для приобретения необходимых строительных и отделочных материалов. За защищенные категории граждан оказывается помощь на каждой стадии ремонта, подбор подрядных организаций, подготовка перечня работ, сопровождение хода выполнения работы и контроля качества. К федеральным краевым средствам добавились и благотворительные деньги из Красного Креста. Расходуются они адресно. Президент поручил губернатору лично контролировать этот процесс. На сегодняшний день на счет Российского Красного Креста подкопили денежные средства в сумме 877 миллионов 815 тысяч 852,85 рублей. Как уже вы сказали, Владимир Владимирович, действительно была приобретена бытовая техника. На сегодня поставлено 880 стиральных машин, 1305 холодильников, 1833 газовых плиты. В адрес Российского Красного Креста поступили списки еще от 700 семей для приобретения бытовой техники. Эта заявка также будет удовлетворена. Учитывая заявки пострадавших сегодня, первая помощь оказывается одиноким матерям-инвалидам по 30 тысяч на человека. Полностью завершена работа по выплатам социальной помощи родственникам погибших. Источник этих денег какой-то? Откуда они поступили? Значит, эти денежные средства поступили от организации, от частных лиц, от учреждений. Если анализировать поступление с Краснодарского края, то на сегодня это где-то процентов 55-60. Очень много. Вообще откликнулась вся Россия. Я хочу поблагодарить всех благотворителей и граждан и организации за то, что они не остались в стороне от этой беды. Протянули руку помощи нашим гражданам, которые в эту беду попали. Особое направление работы – помощь предпринимателям, которые вынуждены практически с нуля восстанавливать свой бизнес. Я считаю это критически важно, потому что речь идет, конечно, о рабочих местах для крымчан, о налогах, бюджетах, о восстановлении экономики в районах в целом. Именно поэтому совместно с федеральным центром бюджета на субсидии малого и среднего бизнеса направлено 377 миллионов рублей. Отдельно затронули тему защиты пострадавших территорий от возможных ЧАЭС в будущем. Сейчас Краснодарский край совместно с Российской академией наук разрабатывают программу, которая поможет предотвратить подобные чрезвычайные ситуации в будущем. Ольга Музыка, Анжелика Капушева, Валерий Пятов, 9 канал. А еще в начале недели в Крымске побывал губернатор. Он остался недоволен сроками восстановления некоторых социальных объектов, например, этого детского сада. Причина не только в элементарной нехватке рабочих рук, но и в медлительности строителей. Очищать территорию от мусора сотрудникам организации приходится практически самостоятельно. Капитальный ремонт этого садика обойдется краевому бюджету в 40 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что закончить восстановление необходимо в кратчайшие сроки. Также Александр Ткачев прошел по городским улицам и поговорил с крымчанами. Вопросов и опасений у людей по-прежнему много. Глава региона еще раз заверил, что строительные материалы не будут дорожать. Это находится на особом контроле. А те горожане, кто все-таки собрался переезжать из подтопленного Крымска, смогут получить сертификат на жилье в любое время. И в продолжение крымской темы. На этой неделе пострадавший от наводнения город посетил с благотворительным концертом хор Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Маэстро лично побывал в школе искусств, которая серьезно пострадала от стихии. Коллектив Мариинки пообещал взять шество над школой искусств города Крымска, приезжать к детям и давать уроки мастерства. Мне кажется, что этот концерт был нужен и нам, и жителям Крымска. У меня было такое ощущение, когда я находился в зале и с очень коротким словом сам обратился ко всем. Просто хотелось, чтобы музыка говорила, а лишние слова тут не нужны. Добавлю, что Валерий Гергиев одним из первых откликнулся на беду крымчан. Известный дирижер лично перечислил 1 миллион рублей на восстановление города. Позже вечером хор Мариинского театра дал благотворительный концерт для жителей Крымска. А в среду в Краснодаре состоялось открытие президентского кадетского корпуса. На торжество приехал лично Владимир Путин и министр обороны Анатолий Сердюков. Они вместе осмотрели корпуса, где будут обучаться кадеты, и пообщались с сами курсантами. «Мравится тебе?» «Да, очень сильно». «Очень нравится? Люди все хорошие». «Ну, здесь очень много современного. Ну, правда, без родителей. А так мне все... Питаюсь очень хорошо. Уютно здесь, друзей много, подружился». «Спортом занимаетесь?» «Да, я собираюсь. Вот, хоккей хочу. Никогда не пробовал, хочу попробовать научиться». «Да, хорошо». Здесь их будут готовить по инженерным специальностям. Есть классы математики, робототехники, фото- и видеосъемки. Президент посмотрел, как организован процесс обучения. Пообщался с будущей военной элитой страны. Каждый корпус оснащен по последнему слову техники. Есть специальные терминалы, где можно узнать расписание занятий, дневник и меню в столовой. Есть общежития для кадетов, спортивные площадки и даже ледовый дворец. Здесь тренируется новая команда президентского кадетского корпуса. Во дворе кадетского корпуса президент пообщался с кадетами и посадил дерево. По инициативе Владимира Путина такие корпуса будут строиться в каждом регионе. Краснодарский кадетский корпус уже принял 400 учеников. Всего их будет около тысячи. После посещения кадетского корпуса глава государства провел совещание, на котором как раз и пошла речь о патриотическом воспитании молодежи. Президент призвал огородить детей от порнографии, пропаганды насилия, жестокости и непристойного поведения. Глава государства обозначил три главных направления в этом вопросе. Формирование нравственности у молодежи, совершенствование образовательной политики и военно-патриотическое воспитание школьников. В современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом. Всегда был против какой-либо идеологической цензуры. Она не только ограничена, это убивает творчество и развитие. Речь о другом, о четких правилах и ответственности, а также о приоритетах и принципах культурной политики. Также Владимир Путин заявил, что требования к СМИ, интернету и рекламе должны быть объектом повышенного внимания. Конечно, Кубань была не просто выбранной резидентского кадетского корпуса. Наш край вошел в десятку российского рейтинга, где средняя заработная плата учителей доведена до средней в экономике региона. Пока в Южном федеральном округе на такой уровень вышел только Краснодарский край. И с каждым месяцем регион только укрепляет свои позиции. Нинель Восконян посчитала и сравнила доходы учителей. Компьютер при хранении своей памяти должен запомнить положение каждого пикселя. О новых технологиях Сергей Корсаков теперь рассказывает ученикам школы Станицы Динской. В Краснодарский край учитель информатики и физики переехал из Воронежской области. Сменить самый центр европейской части России на Кубанскую станицу решил из-за зарплаты. Теперь вместо 8 тысяч рублей сельский учитель получает 26. Если сравнивать с другими регионами, в том, где я, например, жил, то получается в разы, ну, раза в три больше я зарабатываю здесь сейчас с той же самой нагрузкой. Вообще престиж профессии учителя здесь намного выше. Чувствуется это во всем. У нас коттеджи на четырех хозяинах, паровозиком комнаты, все это валится, сыпется. А это учитель рисования Елена Ковалева. Дизайн своего дома она оценивает на твердую двойку. Исправить отметку невозможно. Зарплаты школьного педагога с трудом хватает на еду. Многодетная мама сейчас в декретном отпуске. Через год ей выходить на работу в школу в поселке Виноградный Ставропольского края. Но возвращаться туда Елена не хочет. Маленькие зарплаты ни на что не хватает. Больше десяти не бывает. Десять это если там сидишь с утра и до вечера. Мужья на заработках уезжают. Мужей не видим. Подсобное хозяйство. Благо проходит федеральная трасса. Чем-то торгуем. Хотелось бы в Краснодарский край. Там, мне кажется, и власть получше. Условия. Вот мы общаемся. У нас там знакомые. Там и губернатор поактивнее. А так начинается утро Ольги Постниковой. Она учитель математики в хуторе Христичева в Ростовской области. Этим углем в холода она будет топить дом. В хуторе нет газа. Ольга Постникова работает педагогом 20 лет. Ее зарплаты это чуть больше 10 тысяч рублей. С трудом хватает на жизнь. Приходится держать личное подсобное хозяйство. У меня, например, 25 часов. Моя зарплата 13 тысяч. А ставка это 18 часов. Вот если нормально учитель 18 часов, он бы мог и отдыхать, конечно, себе позволить. После уроков приходится еще думать о том, как обеспечить себе дополнительные заработки. Поэтому держим, конечно, хозяйство. Сергей Красаков время на прополку огородов не тратит. После уроков он посвящает себя науке. Сейчас готовится к международной конференции в Борисоглебском институте по информационным технологиям. Каждый учитель должен постоянно развиваться, совершенствоваться. Поэтому приходится участвовать в различных конференциях, встречах, форумах. Конференции у нас бывают разного уровня. Конференции краевые и муниципальные. Приходится иногда и в международных участвовать, печататься. Школьные учителя в стране зарабатывают по-разному. Если взять ЮФО, только в Краснодарском крае средняя зарплата педагогов уже превысила среднюю в регионе. В то время, пока соседи еще не приравняли эти доходы. Финансовый подъем на Кубани начался несколько лет назад. Постепенно ежегодный бюджет сферы рос за счет региональных средств. Если в 2008 году средняя зарплата школьного педагога была чуть больше 11 тысяч рублей, то уже через 4 года она выросла на 12 тысяч. И сегодня в среднем учителя в крае зарабатывают почти 23,5 тысячи рублей. Такой прорыв в кубанском образовании сыграл в пользу роста престижности профессии учителя. Только в этом году в школы края пришли 300 молодых специалистов. Когда говорят, что учитель работает не ради зарплаты, то отчасти это верно. Но при этом абсолютно понятно, что его труд должен быть и морально, и материально должным образом вознагражден. Это, вне всякого сомнения, влияет на престижность учительского труда. И если мы будем сравнивать ситуацию сегодня с той, которая была совсем недавно, могу вам сказать, что конкурс на педагогические специальности стал выше. Анастасия Мотина – десятиклассница. Она уже решила после школы останется на Кубани и свяжет свою жизнь с профессией учителя, как и родная тетя станет педагогом английского языка. Она мне рассказывала про то, как все это происходило, все горести, все радости. Она переживала за каждого своего ученика. И вот именно это послужило для меня примером. Профессия учителя престижная в Краснодарском крае. На уроках я буду выкладываться по-полному. Что касается всей России, то в стране Краснодарский край – шестой по высоким доходам педагогов, ведущей позиции традиционно у двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Уже к 2013-му по указу президента Путина все субъекты страны должны подтянуться к лидерам и сбалансировать доходы учителей со средней зарплатой в регионе. На Кубани краевые власти позиции лидеров планируют укреплять. В новом году средний доход педагогов вырастет до 27 тысяч рублей. Деньги на это в краевом бюджете уже заложены. Накануне вся Кубань отмечала памятную дату – 75 лет со дня образования Краснодарского края. Со всех уголков в казачью столицу съехались те, благодаря кому наш регион активно развивается. Среди награжденных высшими знаками отличия – люди разных профессий, вероисповеданий и политических взглядов. Но все они одинаково сильно любят Кубань и уже доказали это своими поступками. Одним из первых награду из рук губернатора получил настоятель храма Рождества Христова – отец Александр Игнатов. Ровно 20 лет назад он заложил камень в основании храма, создал православную школу и христианскую общину в помощь нуждающимся. В день 75-летия Кубани за заслуги перед краем его наградили медалью Героя Труда. Это высшая награда края, ее получают за выдающиеся достижения в самых развитиях. В торжественном зале собрались самые мужественные, талантливые и спортивные. Герой от спорта – паралимпиец Владимир Кривуля. В момент, когда губернатор прикрепил медаль на лацкан пиджака спортсмена, зал аплодировал стоя. Со сцены губернатор поздравил всех, кто внес свой вклад в развитие края и подчеркнул – юбиляр сегодня каждый. Большого успеха можно добиться только общим трудом. Мы на первом месте в стране по сельхозпроизводству, на втором – по вводу жилья, на третьем – по объему привлекаемых инвестиций. Бюджет Кубани преодолел невероятную, еще до недавних времен, планку – более 200 миллиардов рублей. Это больше, чем у Ростовской области и Старопольского края вместе взятых. Знаете, всегда было модно говорить, что Кубани повезло с климатом и теплым морем. Но дело все-таки не в земле и не в погоде. Дело, как вы знаете, в людях. Это наш общий день рождения, когда мы очень остро ощущаем себя наследниками великого прошлого, родной земли и чувствуем свою ответственность за будущее. Пусть благополучие нашей любимой Кубани укрепляется успехами каждого из нас. С днем рождения, любимый край! Слава России! Слава Кубани! Высшую награду Героя Труда Кубани вручили за достижения в сельском хозяйстве, науке и, конечно, культуре. Она прославила наш край далеко за пределами России. Как признаются сами награжденные, для многих это стало главным признанием их работы. На празднике вспоминали не только победы, но и июльскую трагедию в Крымске. Буквально весь край пришел на помощь. Участники ликвидации последствий наводнения также получили награды из рук губернатора. Всего же в летопись Краснодарского края было внесено 7 новых имен героев. Продолжаем выпуск. Началась неделя с долгожданного возвращения пленных кубанских моряков. Напомню, шестеро членов экипажа танкера «Энерджи Центурион» были захвачены пиратами в Западной Африке. Домой прилетел и 20-летний Вячеслав Прудников, получивший пулевое ранение в ногу при нападении на судно. Первую помощь студенту Новороссийской морской академии оказали африканские врачи. Вячеслава осмотрели медики краевой клинической больницы. Они назвали его состояние удовлетворительным. Но несколько месяцев он будет находиться под наблюдением. Моряку все еще тяжело разговаривать, поэтому со съемочной группой 9 канала общался его отец. Михаил Прудников рассказал, как дома переживали случившиеся и как во время захвата судна следили за судьбой сына по СМС-сообщениям. Когда их захватили, он передал СМС, что нас захватили пираты. А когда их освободили, он как-то связался с вами, успел? Да, он успел, связался и сказал, что я жив. И для нас это было достаточно. После того, как самочувствие славы улучшится, он продолжит учебу в Новороссийской морской академии. Добавлю, что на борту танкера находилось 23 россиянина, из них 16 жителей Краснодарского края. Помимо шести кубанских моряков, в Ростов-на-Дону вернулся еще один член экипажа. Остальные остаются на судне. Эта неделя войдет в историю кубанского хоккея. Хоккейный клуб «Кубань» начал официальное выступление в чемпионате страны. Судя по заполняемости трибун уже в первом матче, хоккейный «Кубань» поддержка «Южанам» обеспечена. И хоккеисты не разочаровали болельщиков. В первом матче с Челябинским «Челметом» показали захватывающую игру. К сожалению, победы Краснодарского клуба она не закончилась. «Кубань» уступила «Челмету» по булитам. Но болельщиков молодого клуба это не расстроило. Выйти на победную тропу «Грифоны» так и не смогли. Через три дня «Кубань» уступила уже Южному Уралу. А накануне хоккейная сборная «Края» уступила «Сараарке» из Караганды. Итог встречи 2-3 в пользу гостей. Несмотря на то, что краснодарцы в первой домашней серии не держали ни одной победы, команда обзавелась верными болельщиками, среди которых и губернатор «Края» Александр Ткачев. Вместе с тысячами зрителей он аплодисментами встречал каждую атаку «Грифонов» и наблюдал за игрой до последних минут матча. Следующую игру краснодарские хоккеисты проведут на выезде в Твери 20 сентября. Во вторник «Кубань» встречала призеров Паралимпиады. Торжественно и с музыкой. Олег Шестаков, Владимир Кривуля и Лариса Волик завоевали 4 медали. Золото, серебро и 2 бронзы. Таких побед у кубанских паралимпийцев прежде не было. У представителя пауэрлифтинга Владимира Кривуля и вовсе результат, который и не каждому полноценно здоровому спортсмену под силу. Другой наш спортсмен Олег Шестаков в Лондон уезжал уже после трагедии в Крымске. Его семья потеряла дом. И каких нужно было иметь силы, чтобы после такого собраться и выиграть дважды. Евгений Вольский провел с паралимпийцами их первый после игр «День на родине». Этой ночью им было не до сна. Друзья и родственники встречали героев паралимпиады 2012. Первыми на кубанскую землю вступили бронзовые призеры игр в Лондоне. Легкоатлетка Лариса Волик и пауэрлифтер Владимир Кривуля. Уже глубокой ночью в Краснодаре приземляется самолет с паралимпийским чемпионом. Лучник Олег Шестаков завоевал сразу две медали. Золотую и серебряную в личном и командном зачетах. Олег Шестаков стал первым кубанским паралимпийцем, в честь которого играл национальный гимн. На самые важные соревнования в жизни спортсмен уезжал с тяжелым сердцем. Во время июльского наводнения дом бабушки Олега в Крымске смыло. Теперь родственники спортсмена живут в квартире тренера в Новороссийске. Там же и готовятся к встрече. Пока Олег на приеме у главы города, бабушка колдует на кухне. Готовит внуку любимые блюда. Это баклажаны, по-особому приготовленные. Мясо, мясо по-особому пожаренное, с чесночком обязательно. А папа, дедушка, приготовил борщ по-кубански. Триумфатору лондонской паралимпиады сегодня вручили сертификат на однокомнатную квартиру. Олег признается, что не чувствует себя героем. Хотя медали завоевывать было очень нелегко. В финальных встречах это очень-очень напряженная обстановка и расслабляться просто нельзя было. Пауэрлифтер Владимир Кривуля в свои 20 лет уже заслуженный мастер спорта. Накануне в Кремле ему вручили еще и орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Бронзовый призер соревнования становился в двух шагах от золота. Поднял штангу весом 175 килограммов, побив свой личный рекорд. Спортсмен из Нигерии выжил такой же вес, но почему-то занял второе место. Китаец увез золото, подняв 176 килограммов. У Владимира до сих пор много вопросов к судьям. Но кому же что доказывать? Я успокаиваю себя этим третьим местом, потому что знаю, что первая Олимпиада, будущее еще впереди. Но на самом деле я немножко расстроен. Бронзовый призер по легкой атлетике Лариса Волик в первый день после приезда решила спокойно прогуляться по родному Краснодару. Набегалась на пара Олимпиаде. Я надеюсь, что моя карьера только начинается. Естественно, я хочу остаться в параллельском спорте как можно дольше. Наконец-таки я нашла дело, которое мне нравится, которым я хотела бы заниматься, в котором я хотела бы развиваться. Соревнования позади, скоро новые тренировки. А пока есть время перевести дыхание. Золотая победа еще обязательно будет, говорит бронзовый призер. Вот такой была эта неделя, прямо скажем, очень насыщенная на события. Еще раз хотелось бы всех поздравить 75-летием Краснодарского края. Вас впереди еще ожидает прогноз погоды. Ну а у нас на этом все. Хороших вам выходных. До встречи. Генеральный спонсор прогноза погоды «Кангаро» – это крупнейший в Южной Корее производитель автохимии и автокосметики. Кангаро «Кангаро» Кангаро «Кангаро»